Девушки отдыхают Я боялся, что в конце добавить, а еще спереди можно пердеть, ты помнишь меня? У меня есть собака, ее зовут Соня, и я ее часто вожу в клинику ветеринарную, и меня злил, что когда я записываю туда собаку, там всегда спрашивают, как зовут собаку. Всегда. Там всегда говорят, а как зовут собаку? Я всегда думаю, вам зачем это? Не бойтесь, без меня собака не придет, не будет такой ситуации, блядь. Что мне звонят, говорят, здравствуйте, вы у нас на 5 часов записаны, вы где? Я говорю, в смысле? Полчаса назад собака вышла, вы что, ебанулись в танце? Спросить, наверное, в очереди стоит, нет? Нету? Ну давайте номер телефона, продиктую, пишите. Хотя она редко берет, давайте почту, продиктую, пишите. Соня Собака, собака.gmail.com, пишите. Такой, такой вопрос, как зовут собаку. Я из-за этого хочу назвать свою собаку, не твое собачье дело, блядь, вот как зовут собаку. Я еще недавно узнал, что оказывается, у собаки есть паспорт. Вы знаете, что у собаки есть паспорт? Да? Да, зачем собаке паспорт? Я не понимаю, может, снился еще ебанем собаке? Просто так, документов маловато. Мне часто люди говорят, перелеты. Перелеты. Я все думаю, ох, уже эти собаки эмигранты, да, заебали нас уже? Приезжают, ебут наши женщины, сколько можно, блядь, уже? Я думал, зачем собаке паспорт, и пришел, на самом деле, к одному варианту. Чтобы она иногда ходила мне за сигаретами, ну, чтобы не проставил паспорт. Прикольная собака приходит в магазин, говорит, можно мне Винстон? Я говорю, паспорт. Имеется паспорт. Дает паспорт, продавщица смотрит, говорит, мы продаем с 18, вам три, блядь, вам три, я не продам. Издеваешься, что ли? Если полностью 18, приходи, собака, блядь. Я такая, блядь, моя порода до 12 живет, ебут твою мать, я никогда не куплю Винста. Это вы, люди, крыло придумали. Да, я вот насекомых, честно говоря, не очень люблю, особенно пауков, я очень боюсь пауков. Кто-нибудь боится пауков? Да, да, шесть человек и я, блядь, это хобби распространенное. И вообще, меня известно, что я боюсь пауков, я недавно решил разобраться, почему именно пауков. Потому что на самом деле много неприятных насекомых, но именно пауков я прям боюсь. И я нашел научную статью, в которой было написано, что главная причина, по которой люди боятся пауков, это то, что у них на одну пару лап больше, чем у остальных насекомых. Я подумал, в точку, блядь. Именно это я и боюсь в пауках. Пара лишних лап. Я же когда первый раз пауков увидел, я такой, о, прикольная секомая. Хотя, два, четыре, шесть, восемь. Ёп твою мать. Монатки собираем. То есть, меня еще зли, что люди всегда дают советы, которые не понимают мой страх, они такие, чувак, запомни, они боятся тебя не меньше, чем ты их. Так, спасибо. Вообще, видели пауков? Как понимаешь, что они боятся? То есть, например, тараканы, понятно, что боятся. Легко понять. Заходишь в комнату, включаешь свет, они такие, о, господи, нет, и убегают. Если в комнате паук, заходишь в комнату, включаешь свет, он говорит, выключил свет, нахуй. Ты такой, прошу прощения, это ваше логово. Я боюсь пауков, но недавно мне стало жалко паука. Я смотрел программу по National Geographic, и там был сюжет о том, что самцы в брачный период дарят самкам какое-то преподношение. Завораживают в паутинку какую-то мошку, дарят, спариваются и кайфуют. Но есть некий процент пауков, который обманывает самок и завораживает в паутинку камушек. Дарят самки, трахают, убегают. Я это прям видел, это, блядь, сняли. И я хотел досмотреть до конца, узнать реакцию самки, потому что... Я смотрю, она разворачивает паутинку, видит камешек. Мне так было жалко, это был худший день в ее жизни, блядь. Я прям видел, как она стоит, и такая, блядь, это еще и снимали, ебаный урод. Что National Geographic, ебаный у меня мать смотрит, блядь. А можете не снимать, а? Я сказал мужу, что в командировке, можете, блядь, не снимать, а? Вообще я просил о камень, понятно, блядь? Я еще недавно заказывал себе одежду в приложении. И в приложении было написано, что курьером доставят заказ с 10 до 10. Вам будет удобно? Очень. У меня же такой график рабочий. Я с 8 утра до 10 утра работаю. Ну, потом с 10 утра до 10 вечера у нас перерывчик. Ну, потом продолжаем работать. В итоге я оформил заказ, мне на следующий день привезли его. Меня не казалось дома. Как так, блядь? Я попросил девушку забрать, спуститься. И у меня такое впервые, мне через минуту, через минуту звонит курьер такой. А здесь какая-то девушка спустилась. Мне ей передать? Такая серьезная формулировка. Я так сильно хотел сказать, ни в коем случае. Не передавать ей заказ. Это известная воровка. Она уже трое футболок у меня спиздила. Задача номер один, не дать ей заказ. Ты понял меня? Ты понял меня? Повторю свою задачу. Ну, что потом, минут через пять, он мне перезвонил и такой. Я беготня! Она артилла футболку и забрала портфель. Но ваш заказ у меня. Помогите! Вы когда будете? Помогите мне! Ну, я такой, с 10 до 10 ждайте меня. Переду, помогу. Я еще в последнее время часто хожу по врачам. Я вообще переживательный за здоровье. И помню, что очень трудно найти и клинику, и хорошего врача. Так трудно. Я очень переживательный. У меня недавно появилась шишечка на руке. Естественно, я подумал, что я, все, труп. Я пошел к врачу. Он посмотрел, сказал, все нормально, все пройдет. Я говорю, а что это? Он говорит, да я вижу, ты переживательный. Не скажу. И я тут же запереживал, блядь. Я говорю, вы же понимаете, если вы мне не скажете, я буду долго переживать. Он говорит, недолго. Я говорю, блядь, скажи мне, ты что, издеваешься, что ли? Я, мне сколько жить еще? В общем, я часто сейчас в последнее время к врачам хожу. Меня зелит, что врачи всегда, всегда что-то спрашивают, в чем я не разбираюсь вообще. То есть про тип боли. Постоянно. А какой у вас тип боли? Колющая, режущая, ноющая. Я ебу. Болющая. Откуда я знаю, блядь? Бо-бо. А, вот такая боль. Откуда я знаю? Какой тип боли? Мне кажется, уже врачам пора давно просто приводить более конкретные примеры, чтобы было понятнее. То есть ты приходишь к врачу, говоришь, болит. Он говорит, какой тип боли? Колющая, режущая, давящая. Ты говоришь, я не понимаю. Он такой, так, смотри. Может быть, такая боль. Ты утром проснулся, взял телефон и понял, что забыл поставить на зарядку на ночь. Такая боль? Не, не такая. Он такой, ну смотри, а может быть, такая боль? Ты узнал, что твоя девушка переспала с твоим лучшим другом. А лучший друг — это твой отец. Может быть, такая боль? Интересный пример. Но нет, не такая боль. Ну смотри, а может быть, такая боль? Может, такая боль? Представь, что ты в пятом классе выиграл свое первое соревнование в школе. И заметил, что на них не пришел твой отец. А потом ты спросил у отца, почему он не пришел, и он соврал. А ты заметил, что он соврал. И подумал, ничего страшного, все нормально. Продолжил жить свою жизнь. Но это отложилось на тебе. И ты почему-то решил доказать, что ты не пустое место. С отличием, закончил школу. Поступил в медицинский. По халтам все семь лет. Получил красный диплом. Устроился на работу. Спасать жизнь. Помогать людям. Скопил денег. Открыл свою клинику. Назвал так в честь себя там. Фамилия дурацкая. Звонишь отцу и говоришь, папа. Привет, папа. Привет, папочка. У меня своя клиника, папа. Я добился, папа. Я добился, папа. Я не пустое место. Наш отец говорит, да это что, блядь. У тебя брат автосервис открыл. Ну, в этот момент ты понимаешь, что больше нет у тебя папы. Может быть, такая боль? Ты слушаешь и думаешь, что, наверное, режущая, блядь. Я подумал, что вы меня озадачили, честно говоря. Я вообще любопытный человек. Мне недавно стало интересно, как читают слепые люди. И оказывается, у слепых людей есть шрифт Брали. Вы знали? Слепые люди читают по точкам. И мне стало интересно, была ли такая ситуация, что слепой человек читал книгу и такой... Чего, блядь? Блядь, это что, крошки? Ёбаные в рот. Я два часа читал крошки, охуеть. Я думал, что за книга? Это просто крошки, блядь. Мать, протри стол, я же слепой. Спасибо, что послушали. У меня там все. Спасибо большое. Прекрасный зал. Спасибо. Спасибо.